Можете передать вашему предпринимателю? Да, с 1 января ведут кассовые аппараты, чтобы они были в курсе, какие расходы будут. Спасибо большое. Листовки с указанием расходов на установку кассовых аппаратов и призывами выступить против применения закона о регистрации расчетных операций Андроник Адамян разносит с утра. Поддержать акцию профсоюза предпринимателей мужчина решил, подсчитав, во сколько ему обойдется очередное нововведение от правительства. Андроник – собственник небольшого магазинчика и нескольких киосков. С кассовым аппаратом предприниматель знаком не понаслышке. Торговля под акцизным товаром требует именно такой регистрации расчетных операций. Кроме затрат на сам аппарат, он стоит от 6 тысяч гривен, пришлось выложить за интернет около 2 тысяч гривен. Теперь каждый месяц Андроник оплачивает за обслуживание кассового аппарата 162 гривны – 90 гривен за пользование интернетом. Дополнительный расход за аренду терминала вынимает еще 150 гривен из кармана предпринимателя. А чтобы свести всю отчетность, Андроник вынужден платить еще 600 гривен бухгалтеру. Таким образом, с кассовым аппаратом торговая точка требует в среднем еще от 1 до 2 тысяч гривен ежемесячного расхода. Со следующего года эти расходы увеличатся в несколько раз. Поставить кассовые аппараты мужчина будет вынужден и в киосках. При таких расчетах, видимо, придется сокращать бизнес, раздумывает предприниматель. Сейчас невыгодно работать на документах, сейчас выгодно работать и не с кем-то договорился, ежемесячно платил и все. А кассовый аппарат – это, скажем, мягко, это головная воля для предпринимателя. Обязать использовать кассовые аппараты практически весь малый и средний бизнес депутаты решили одновременно с принятием изменений в налоговый кодекс. Правда, реализацию этого закона немного отсрочили. С 1 июля обзавестись такими аппаратами регистрации расчетных операций должны единоналожники третьей группы. Это медицинские центры, стоматологические клиники и кабинеты парикмахерские. А вот небольшие киоски-магазины, в том числе торгующие на рынках, предъявлять кассовые аппараты должны будут с началом следующего года. Адепты этих нововведений убеждают – это делается для большей прозрачности бизнеса, борьбы с контрабандой и в рамках упрощения налогового администрирования. А вот предприниматели уверены, кассовые аппараты – лишний повод вытянуть из них средства и задавить и без того едва дышащий мелкий бизнес. Кроме того, в Харькове для ряда предпринимателей, арендующих киоски в метро, ситуация осложняется непосильной арендной платой, которая, говорит предприниматель и активист Александр Чумак, остается одной из самых высоких в Украине. Ставка аренды у них привязана к курсу доллара и к коэффициенту инфляции. И только с начала года она уже поднялась на 45%, то есть в полтора раза. Если добавятся еще кассовые аппараты, то людям реально только в петлю лезть. Не так страшен закон, как его молюют, говорит аудитор Ирина Август. Прежде чем консультировать своих клиентов, она была вынуждена самостоятельно изучить все нюансы нововведений. И поначалу, говорит Ирина, также хваталось за голову. Разобраться в ворохе ссылок на законы, постановления и другие документы сложно даже профессионалу. А для обычного предпринимателя, у которого и так проблем хватает с ведением его бизнеса, это вообще непосильный труд. Аудиторы насчитали 40 законодательных актов, описывающих администрирование. А про системы штрафов вообще и говорить нечего. Все это, говорит Ирина Август, отпугивает предпринимателей, которые за предыдущие годы привыкли работать в черную. И сейчас боятся показывать реальный приход товара, опасаясь санкций контролирующих органов. Во всем мире этот кассовый аппарат, он помогает собственнику следить за тем, как продается товар, и за продавцами, собственно говоря. А у нас сейчас ситуация такова, что непонятно, тот человек, который стоит у тебя там на реализации, очень часто это меняющиеся люди. Очень часто, кстати говоря, люди экономят на том, чтобы нормально, правильно научить этих людей, реализаторов работать на кассовом аппарате. А это дополнительные штрафы, дополнительные расходы. Чтобы не страдать от штрафных санкций, специалисты предлагают изучить все нюансы. Чаще всего, говорит аудитор Ирина Хама, они сталкиваются с тем, что после изменения законодательства предприниматели часто не знают, к какой группе их отнесли. Так, например, третья группа пополнилась теми, кто реализует ювелирные изделия и интернет-магазинами. А значит, с 1 июля их могут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов. Штрафные санкции довольно-таки высокие. Если, допустим, рассмотреть, первый раз к вам пришла налогоинспекция, штраф за неиспользование кассового аппарата, это, допустим, 1 гривна. Второй раз, допустим, на следующий день или там через неделю пришли, штраф 100% за непробитый чек. Если пришли третий раз, пятикратный размер непробитой суммы. Однако, несмотря на приближающийся час чек, предприниматели не торопятся с покупкой кассовых аппаратов. По Харькову и области этими устройствами обзавелось всего процентов 10 от тех, кому положено их установить, говорят представители фирм-реализаторов. И предупреждают, если предприниматели решат устанавливать их в последний момент, на всех специфического товара просто может не хватить. Может возникнуть у поставщиков дефицит, может возникнуть это проблема. Дело в том, что поставщикам тоже нужны оборотные средства, и все будет зависеть от того, как активно предприниматели будут покупать и приобретать кассовые аппараты. Надеяться на то, что кассовые аппараты отменят, эксперты не рекомендуют. Лучше сейчас уже просчитать свои возможности и постараться их приобрести. Тем более, что тем, кто поставит их на учет до 30 июня, обещаны полтора года без проверок. За это время можно наладить работу с кассовым аппаратом, а обучить работе с ним продавца, уверяют, можно в течение часа. Правда, соглашаться с буквой закона в такой редакции предприниматели все же не торопятся. Готовят круглые столы и переговоры с власть имущими. А если не поможет, грозятся выйти на очередной Майдан. Оксана Нечапаренко, Владимир Борох, Александр Проценко, Агентство телевидения новости.